День Конституции Украины, история и традиции праздника, что не нужно делать сегодня. 28 июня мы отмечаем День Конституции Украины, один из важнейших государственных праздников. В этот день, в 1996 году, Верховная Рада приняла Конституцию, закрепившую независимость, суверенитет и демократические ценности нашей страны. Видео новости Украина проект Стилероект Асборинаровати рассказывает больше об истории, традициях сегодняшнего праздника, а также напоминает об основных запретах этого дня. История Дня Конституции Украины, развитие конституционного процесса в Украине началось еще при Киевской Руси, а одним из первых документов считается сборник «Русская правда». Во времена раннего казачества значимыми документами были литовские уставы и мартовские статьи Богдана Хмельницкого. С тех пор украинские земли находились под властью Польской Кораны и Российской империи, что оказывало большое влияние на развитие нашей культуры и государственности. Первая конституция была принята после образования независимой Украинской Народной Республики в 1917 году. После этого наша страна прошла долгий путь в составе Советского Союза, до тех пор, пока не восстановила независимость в 1991 году. А чтобы принять современную конституцию, понадобилось еще пять лет Кои. Первый законопроект на согласование появился в 1993 году, представленный тогдашним президентом Леонидом Кравчуком. Тогда проект не был утвержден из-за политических разногласий и отсутствия консенсуса ПАИ. В 1995 году был разработан новый документ, который стал основой Конституции Украины. Окончательную версию с поправками президента Леонида Кучмы представили на рассмотрение пятой сессии Верховной Рады, второго созыва 27 июня 1996 года. Обсуждение и внесение изменений продолжалось почти непрерывные 24 часа. Но наконец к утру 28 июня 1996 года, после бурных дебатов, проект утвердили 321 голосам за из 300 необходимых. Таким образом была принята первая конституция независимого украинского государства, а этот день стал государственным праздником. Празднование Дня Конституции является важным событием для всей страны. Традиции этого дня – официальные мероприятия, торжественное возложение цветов к памятникам выдающимся деятелям Украины, государственные церемонии с участием руководителей государства, выступления представителей власти и общественности, концерты и культурные события, организация концертов, фестивалей, выставок, театральных представлений и других культурных мероприятий, посвященных украинской культуре и истории. Просветительские мероприятия, проведение лекций, семинаров, круглых столов в школах, университетах и других учебных заведениях, посвященных истории принятия Конституции, ее значению и основным положением – массовые мероприятия, организация народных гуляний, ярмарок и спортивных мероприятий во многих городах и селах, что позволяет жителям наслаждаться праздничной атмосферой. Ко дню Конституции Украины принято украшать улицы национальными флагами, патриотическими плакатами и даже изображением вышиванки. Что можно и нельзя делать в День Конституции. Прежде всего нужно помнить, что идет война, и русские захватчики каждый час обстреливают мирные города, а важные для Украины праздники оккупанты активизируются. Поэтому не игнорируйте сегодня воздушные тревоги. Также не стоит употреблять алкогольные напитки в людных местах. Это может привести к неадекватному поведению, нарушению общественного порядка и несчастным случаям. А День Конституции – это праздник, который следует отмечать с достоинством и уважением к другим людям. Не празднуйте День Конституции с использованием фиерков. Напоминаем, что звуки салютов могут быть легко спутаны со звуками прилетов. А еще для людей, переживших боевые действия или лишившихся близких, эти звуки могут быть очень травматичными и вызывать приступы тревоги, панические атаки и другие психологические. Проблемы, кроме того, использование фейерверков во время войны, когда многие потеряли свои дома, близких и вынуждены были убегать от обстрелов. Это цинизм. И не игнорируйте важность Конституции. 28 июня – прекрасное время, чтобы узнать больше о нашем основном законе, его значении и роли в жизни каждого украинца. Зато сегодня вы можете помочь людям, которые в этом нуждаются, например, посетить детский дом или дом престарелых, пожертвовать средства на благотворительность или принять участие в его волонтерском проекте. Вспомните тех, кто боролся за независимость и демократию Украины, кто писал Конституцию и сегодня защищает нашу страну. Также во многих городах будут проходить патриотические мероприятия, в которых вы можете поучаствовать, чтобы выразить свою поддержку демократическим ценностям. И главное – узнать больше о Конституции Украины. Прочтите текст Конституции, ознакомьтесь с ее историей и значением для нашей страны. Вы можете найти много информации о Конституции на сайтах Верховной Рады Украины, Конституционного Суда Украины и других государственных органов. Ранее мы публиковали древние предрассудки о еде и их значении. Также читайте, какие кошки носят смокинг, и это не только беспородные любимцы. При написании материала были использованы источники – сайт Украинского Института национальной памяти, Большая Украинская энциклопедия, Библиотека методических материалов и Википедия.